Дмитрий Ивутин Жители Земли создают визуальный контент, сейчас в основном смартфонами, но есть верхняя прослойка как бы фотографа, на которой ориентирована ваша продукция, вот сменная оптика. Как вам видятся перспективы развития вот именно этого сегмента, то есть будет ли развиваться в целом общее количество контента и как бы вам не будет проблем с рынками. Или же за счет увеличения смартфонов эта доля будет уменьшаться и тогда какими усилиями вы будете оставаться здесь как бы актуальными. Дмитрий Ивутин Дмитрий Ивутин Дмитрий Ивутин Дмитрий Ивутин Да, мы понимаем, что количество контента увеличивается и смартфон увеличивается, но сейчас мы считаем, что в ближайшее будущее продолжится спад фоторынка, имея в виду пользователей зеркальной техники, беззеркальной техники. Дмитрий Ивутин Он продолжится, но он впоследствии остановится и рынок наш, он останется по большей части. Дмитрий Ивутин Вот вы упомянули зеркальные и беззеркальные камеры. Как вам видится это соотношение? Вообще вот какая доля продаваемых объективов относится к зеркальным и беззеркальным? Ну и как вы в целом оцениваете ситуацию с беззеркальными камерами? Это будет, сейчас мы видим переход зеркалок на беззеркальный или эти два направления будут параллельно развиваться? Мирроресと一眼の話がありまして,今後のこういった連続販売の中でその比率何%? Миррорес Миррорес Ив Voris donc, увеличивается соотношение беззеркальных камер, и оно в ближай kilometр не будет продолжать увеличиваться. Но Но и у нас, и у других производителей хорошая линейка техники под зеркальные камеры. И поэтому в будущем они тоже будут продаваться и останутся на рынке. Но конкретные цифры, сколько сейчас мы продаем, того и того, к сожалению, я не могу назвать. А будет ли выпускаться линейка ESP для беззеркальных камер? Камера ЕОНО, ESP РЕНЗУ, ХАСУБАЙ ЙОТЭВА АРИМАСКА. Да, сейчас мы концентрируемся на выпуске легких, компактных и недорогих объективов для беззеркальных камер. Это наша стратегия вот сейчас. В будущем мы, возможно, будем выпускать такие объективы, но пока такого решения не принято. А относительно беззеркальных полнокадровых систем, Кэнон и Никон, для них планируется выпускать объективы? Ну и если да, то когда? То есть, когда мы смотрим на экран, когда мы смотрим на экран? То есть, когда мы смотрим на экран? Да, это связано с тем, что компания Sony открыла свои спецификации для третьих лиц, для других компаний, для того, чтобы они могли производить объективы. Поэтому при получении лицензии вы получаете техническую информацию и производите. Вот этим мы и занимаемся. С другой стороны, компании Nikon и Canon ведут другую политику сейчас. Поэтому нашей компании и другим компаниям приходится анализировать механизмы общения камеры с объективами. И потом уже на основании этих проанализированных алгоритмов выпускать свою продукцию. Это занимает время. То есть не идут навстречу, а оставляют закрытые протоколы все? Поэтому сейчас не будет проходить протокол. Ну, это Кенон и Nikon-кенов. Сонин-кенов, который выясняет, что он выясняет, что он выясняет, что он выясняет с другой стороны. И в будущем, как вы хотите, что он выясняет, что он выясняет. И она считает, что для нее это выгодно. А компании Canon и Nikon, они ее не открывают. И получается, они изолируют рынок от других компаний. А система микро 4.3? Майкро 4.3, что ли? Ну, все связано с долями компаний на рынке, компаний, которые производят камеры. Мы видим, что компания Sony занимает максимальную долю, поэтому мы работаем в этом направлении. И компания Sony производит технику, которая большая и дорогая. Мы делаем это более компактно, более по доступным ценам. И мы продаем все хорошо. Если мы увидим, что микро 4.3 на рынке тоже занимает существенную долю, то мы тоже войдем на этот рынок. А вот что касается систем гибридной стабилизации в связках с камерами, которые обладают системой стабилизации на сдвиге матрицы. Так и планируются ли объективы, которые поддерживают такую гибридную стабилизацию? Хайбрид OS, хайбрид VC, но о сапотосуру рензу дасут машинку коканчатый систему. Ару, расшик те. Леохо VC га цунг дете, то есть? Да, все это системы сапотосуру рензу дасут кейкаку аримаска. Мы думаем над объективами под беззеркало, которые тоже обладают стабилизацией. И вот то, о чем вы говорите. Но пока решение окончательно не принято, когда будет, мы объявим. Как вы воспринимаете российский рынок с точки зрения потенциала? И как бы портрет типичного российского потребителя? Отличается ли его представление о технике от принятых в Японии, в Европе, в США? Есть ли особенности именно у российского потребителя? Руссия сидит до кангайта маска, живет ли, русский юзер, но имейджи, хоккану кунино юзер, то а чигао, то канжи ты маска? Дело в том, что если глобально посмотреть, на каждом рынке есть какие-то особенности. Есть рынки, где продаются мегазумы очень хорошо, есть рынки, где продаются дешевые объективы. Потому что российский рынок уникален тем, что здесь много продается объективов высококачественных, сильных. И мы считаем, что российский рынок для нашей компании очень важен, поэтому я сегодня сюда приехал. Какие принципы ценовой политики? Что для вас в приоритете? Качество или, может быть, соотношение цена-качество? Пытаетесь ли вы победить конкурентов за счет низких цен? Какие здесь подходы? И отличаются ли они в России тоже от принятых в мире? Глобальный рынок, что касается глобального рынка и позиционирования нашей продукции, заключается в балансе. Как Вы сказали, к примеру, если сравнить с объективами G-Master от Sony, то они действительно побольше, они подороже, потяжелее. Мы выпускаем полегче, покомпактнее и подешевле продукцию, поэтому не только цена, а соотношение цена-качество. Когда принимаются стратегические решения, каков механизм их принятия, то есть это решает в конечном итоге единолично какая-то глава, или должны прийти к консенсусу, или какие-то голосования. Насколько учитывается мнение потребителей. Насчет потребителей тоже, не знаю, может быть, отдельно спросить. То есть насколько важны мнения профессионалов, которые формируют качественный контент и тем самым улучшают имидж бренда. И в соотношении с массовым потребителем, которые создают, собственно, объем продаж. То есть вот что учитывается больше, на что смотрится как бы? На массовость или на... Ну вот, скажем, мнение профессионалов, да, интересует в первую очередь. Ну да,質問 2つありまして,商品企画の時に,判断の механизмですね, киа опинионリーダーとか,レベルの高い,専門家にいっぱい売りたいのか,どうなってますか? Да, действительно, раньше у нас были такие моменты, то есть раньше часто принималось решение либо президентом, либо членами совета директоров. Ну вот, 3 года назад мы создали отдел планирования новых продуктов и с разных отделов, с производства, да, там, из других отделов собрали умных людей. И они как раз занимаются анализом вот того, о чем вы сказали, мнения профессионалов, вообще потребителей, которые, то есть, чтобы понять, что они хотят. И также на больших совещаниях, с учетом пожеланий, результатов анализа этого отдела, с присутствием представителей филиалов, принимаются окончательные решения. А вот в связи с этим такой вопрос. Можете привести пример, ну особенно вот в моделях последнего времени, когда в процессе обсуждения что-то менялось, то есть, например, объектив мог бы быть другим, чем мы получили в итоге? Ну, на самом деле, по большей части, тот план, который выдвигают сотрудники отдела планирования, да, он вообще уже до окончательного решения почти со всеми согласован. И поэтому, когда он уже выдвигается на окончательное обсуждение, все, в принципе, уже почти согласны. Есть какие-то небольшие замечания, но в основном зачастую он принимается, потому что там молодые, талантливые сотрудники. Ну, видимо, время меня поджимает. Позвольте от лица фотографов, наверное, всего мира, ну как минимум нашей аудитории, поблагодарить вас за многолетний выпуск качественной продукции, вас лично за эту беседу, пожелать дальнейших успехов. Спасибо. 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 У нас тоже есть на чем работать, но кроме выпуска компактных и недорогих легких объективов, мы будем. выпускать сверхвысококачественные объективы и не будем уступать в качестве оптическом и механическом. Спасибо. Спасибо.